Несмотря на вводимые западом санкции, экономика нашей страны развивается. Производство тепличной отрасли увеличивается. За последние пять лет производство овощей с закрытого грунта увеличилось в два раза. Площадь тепличных комплексов увеличилась на тысячи гектаров, что составляет 30%. На сегодняшний день Российская Федерация обеспечивает себя овощной продукцией на 87%. Только за последний год импорт продукции сократился на 30%. Ну а что же сегодня происходит с предприятиями в Карачаево-Черкесии? В частности, с одним из крупных поставщиков плода овощной продукции в центральную часть России – агрокомбинатом Южный. Об этом нам рассказал советник руководителя агрокомбината Южный Кемал Айбазов. Расскажите, как сейчас работает агрокомбинат в условиях введенных санкций. Так называемые санкции у нас, как мы все знаем, введены с 2014 года. Что касается тепличной отрасли, за этот период введения санкций тепличная отрасль, в моем понимании, в нашем понимании, наоборот, увеличила производство, расширила площадя, расширились площадя под тепличным комплексом. Я займу немного времени, приведу несколько цифр. Только за последние пять лет в России произведено более тысячи гектаров тепличных комплексов. За последние пять лет производство тепличной овощной продукции увеличилось почти два раза. Я думаю, эти цифры ощутимы и которые дают понимание, что практически Россия на сегодняшний день, наша страна, обеспечивает себя продуктами защищенного грунта почти на 100%. По официальным данным, наша страна обеспечена продукцией овощами закрытого грунта на 87%. Практически закрыт импорт, вопрос по импортозамещению продукции огурцам, по томатам обеспечена наша страна на 70%. Это благодаря поддержке нашего государства, нашего президента. Только за последние пять лет вложено в нашу отрасль около 200 миллиардов рублей. Агрокомбинат Южный, вы все знаете, является одним из крупных тепличных комплексов не только в России, но и в Европе. В настоящее время мы выращиваем овощи более на 132 гектарах. Из года в год производство овощей Агрокомбинат Южный увеличивает. Только за этот год, с начала этого года, Агрокомбинатам произведено более 4000 овощей. Что по сравнению с прошлым годом, мы не то что уменьшили, а наоборот увеличили на 5%. При этом, несмотря на некоторое удорожание минеральных удобрений, ядохимикатов в особенности, мы стараемся удерживать цены на нашу продукцию на уровне прошлых лет. В этом нам немаловажную большую роль играет поддержка нашего правительства, нашего мессельхоза, нашей республики. Благодаря им мы получаем льготные кредиты, используем их и направляем на производство, для расширения производства. Кроме этого, мы предпринимаем на руководство нашего комбината, наш учредитель предпринимает меры для снижения себестоимости нашей продукции. Так как мы все знаем, что в структуре себестоимости доля коммунальных ресурсов занимает очень большой процент, в нашем конкретном случае на нашем предприятии это около 26-27%. В прошлом и позапрошлом году, в 2020-2021 году, проведены мероприятия по снижению и улучшению системы теплоснабжения. Капитальные вложения внесены, вложены в сумме 27 миллионов. По расчетам нашей экономической службы, эти затраты окупятся в течение двух лет. Планируется ли сокращение рабочих мест и заработные платы? В нашем предприятии, как вы все знаете, более 40 лет. И наш основной капитал – это люди. Это династии наши, мы гордимся ими, которые с года в год работают, и на них на них держится наше предприятие. Мы это понимаем, уделяем внимание улучшению бытовых условий. Как я выше указал, это один из тоже важных моментов – комфортабельное поездки или прибытие на предприятие. Приобрели рядовые автобусы. Кроме этого, мы в этом году увеличили заработную плату отдельной категории работников. Кроме этого, руководству принято решение увеличить премиальную часть на 15%. То есть, несмотря на кризис, несмотря на внешнее давление, предприятие развивается. Вместо сокращения мы увеличиваем количество рабочих мест и увеличиваем заработную плату людей. То есть, на сегодняшний день руководству поставлена задача материально заинтересовать людей. И чтобы мы могли их нормально, как говорит, создать для них хорошие условия работы. Кроме этого, мы приглашаем, не то что мы сокращаем, мы приглашаем наших жителей нашей республики для работы на нашем комбинате. У нас на сегодняшний день есть вакантные места отдельных категорий. Мы с удовольствием их примем, оформим и будем совместно с ними работать. Спасибо за столь содержательное интервью и удачи в работе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!